Приветик, мои дорогие подписчики! Сегодня я представляю вашему вниманию новое интервью Роберта Джуниора Кеннеди изданию The Street Roundtable. Интервью было также опубликовано в Твиттере, или Экс, это платформа, которой владеет Илон Маск. Перевожу на английский язык с помощью искусственного интеллекта, поэтому будьте снисходительны, пожалуйста. Я его еще тоже не смотрела, но отзывы были очень хорошие по поводу этого интервью, потому что Кеннеди раскритиковал администрацию Байдена и раскритиковал Трампа насчет того, что они хотят дать разрешение администрации Зеленского применять оружие на территории России, и чем они хотят втравить НАТО в Третью мировую войну, которая должна закончиться очень печально для всех. Он очень много сделал интересных заявлений и заключений в этом интервью. Я думаю, что всем будет интересно послушать. Если будет что-то такое, что я бы захотела обсудить или свое мнение высказать, я, наверное, выскажу после этого интервью, поэтому смотрим до конца, будет очень интересно. Итак, начинаем просмотр. Я бы не стал вести переговоры. Я бы не стал заранее сообщать тебе о своей позиции на переговорах, потому что я имею в виду, что зарабатываю на жизнь принятием решений путем переговоров. Я провел переговоры по более чем 500 судебным искам. И последнее, что ты должен сделать, это сообщить своему оппоненту о том, что ты готов пойти на компромисс. Так что я бы не стал этого делать. Я только что сказал, что два предложения об урегулировании, вторые предложения об урегулировании в апреле 2022 года, по сути, были одинаковыми. Так что, знаешь, я думаю, что здесь есть о чем поговорить. А почему мы хотя бы не разговариваем? Именно так, именно так. С этим никто не может не согласиться. Знаешь, переходя к разговору о внешней политике, еще одним серьезным риском является эскалация, которую мы наблюдаем на Тайване. США наращивают военные учения на Тайване и вокруг него, что включает в себя быстрое наращивание военного присутствия США на Филиппинах. Мудрая ли это политика? Где вы проводите грань между провоцированием Китая и сдерживанием Китая, который, возможно, занимает второе место в мире по мощи вооруженных сил? Да, я имею в виду. Я думаю, что провокации Китая здесь приводят к обратному эффекту. Я думаю, что единственный способ для Китая вторгнуться на Тайвань прямо сейчас, это спровоцировать их на это. Конечно, у Китая есть претензии на Тайвань. Ты знаешь, что эти претензии подкрепляются каждым китайским лидерам. Но хотят ли они вторгнуться и развязать горячую войну? Я так не думаю. И я думаю, что если мы снизим напряженность, Китай захочет конкурировать с нами. Оно стремится к мировому господству. И оно не хочет делать этого на поле боя. Оно хочет сделать это экономически выгодно. И я не боюсь этой конкуренции. Я думаю, что мы должны конкурировать с ними в этом. И я думаю, что это хорошо для всего остального мира. Я просто расскажу тебе о некоторых мерах предосторожности и сложностях в военной сфере, а также о некоторых фактах об этом. Прямо сейчас Китай контролирует Южно-Китайское море. А у Китая есть гиперзвуковые ракеты, которые могут отправить каждый из наших 12 авианосцев на дно океана в течение первой минуты после начала настоящей конфронтации с ними. И знаешь так, что если Китай захочет вторгнуться на Тайвань, он сможет это сделать. Основной интерес, который мы проявляем к Тайваню, представляет ТМК, тайваньская компания по производству микропроцессорных микросхем, которая поставляет микрочипы для всего нашего оружия, для всего о наших ракетах, всех наших реактивных самолетах, наших холодильниках, наших автомобилях и так далее. Нео-консерваторы нагнетают страх, что если Китай завладеет этим, то они смогут производить такие вещи, а мы нет. И это неправда, потому что это оборудование невозможно воспроизвести. Ты же знаешь, что потребовалось бы десятилетия, чтобы воспроизвести его где-либо еще в мире. Но во время второго вторжения Китая, большинство инженеров с этого предприятия собираются уехать в Соединенные Штаты, потому что они не хотят работать на китайских коммунистов. А первая ракета-бомбовоз, которую мы сбросили туда, попала бы в ТМК и была бы уничтожена. Во-вторых, китайцы не смогут выжить без ближневосточной нефти. У нас есть возможность перекрыть поставки этой нефти. Мы не можем победить их в Южно-Китайском море на нашей ближайшей базе на Гуаме, но мы можем отрезать их от двух вещей, которые им нужны для их экономики. Самый большой страх для Китая это не мы. Это крестьянское восстание. И это произойдет, если они будут отрезаны от ближневосточной нефти или от Волмарт, потому что их экономика немедленно начнет стагнировать. Значит, они не хотят с нами горячей войны. Мы тратим на наши вооруженные силы в три раза больше, чем они тратили на свои. И ты знаешь, что эта война ни для кого не будет хорошей. Несколько лет назад ты мог бы привести тот же аргумент о непрямой войне с Россией и посмотреть, где мы находимся. Так оно и есть. Это война, которой русские не хотели. И да, нельзя сказать, что НАТО этого не хотело. Вот тут-то и начинается самое интересное. Ну что же, НАТО? Это спорно, учитывая, что произошло с расширением НАТО на восток. Я имею в виду, что НАТО спровоцировало войну, расширяясь на восток, что, как постоянно говорили русские, является для нас красной линией. Поэтому я хочу отойти от внешней политики. Ты знаешь, мы ведем прямую трансляцию этого события на канале Икс. И я хочу ознакомиться с репортажем The Wall Street Journal. Вчера они сообщили, что Трамп и Илон поддерживают постоянную связь. Сегодня ходили слухи, что Илон консультирует Трампа по вопросам криптографии, которые Илона проверк. И Трамп предложил Илону занять какую-то консультативную должность в Белом доме. Что вы думаете по этому поводу, и рассматриваете ли вы Илона на аналогичную должность? Я имею в виду, что я уже получаю советы от Илона. О, вы знаете, я ценю его советы. Я думаю, что у него уникальный взгляд на вещи. Я испытываю к нему огромное восхищение. Он был лидером в нашей стране за то, что отстаивал свободу слова. Однажды он сказал мне, что, знаешь, он сказал, что я из Южной Африки. Я родился в Южной Африке, но это моя страна. Он сказал, что у меня нет никакой собственности за пределами этой страны. Он сказал, что вся моя собственность, все мои фабрики находятся здесь, в Соединенных Штатах. Насколько я думаю, что вы все поняли, разговор идет про Илона Маска, который родился в Южной Африке, но на данный момент является гражданином США и живет в США. И я взял на себя обязательства перед этой страной. И знаешь, он говорил о том, что причина этого кроется в нашей Конституции, нашем Билле о правах и нашей свободе слова. Он отстаивал свободу слова, несмотря на то, что это обошлось ему в десятки миллиардов долларов. Никто другой со времен американской революции не приносил таких жертв во имя свободы слова. И вот ты знаешь, у меня есть проблемы, и я знаю, что у Илона есть проблемы, как и у всех остальных, но знаешь, в глубине души я вижу кого-то по-настоящему героического. Волнуюсь ли я из-за того, что он консультирует президента Трампа, ну знаешь, из моего собственного личная политическая точка зрения. Нет, я так не думаю. Я думаю, что это хорошо. Я думаю, что чем больше людей, ну ты понимаешь, привержены свободе и ценностям, тем лучше. Что президент Трамп прислушивается к советам президента Байдена. Если бы он давал советы президенту Байдену, я бы этому поаплодировал. Ну ты же знаешь. Последний вопрос, потому что мы здесь на конференции Consensus, которая является криптографическим мероприятием. Недавно мы начали замечать изменения в политике Трампа и Байдена в области криптографии. Ранее Трамп высмеивал криптографию как фальшивку и катастрофу, но теперь его компания принимает пожертвования в криптовалюте. Не так давно он запустил проект Инфт и заявил на либертарианском съезде, что собирается держать Элизабету Уоррен и ее головорезов подальше от вашего биткоина. И даже Гэри Генслер из СЭК неожиданно одобрил это эфириум, что, как сообщается, произошло после срочного политического вмешательства или звонка из Белого дома Байдена. Чем объясняется этот сдвиг? Это что, просто потворство перед выборами? Или же происходит законная переоценка криптовалют? И ставишь ли ты себе в заслугу то, что потолкнул Трампа и Байдена к этому вопросу, поскольку ты пришел очень-очень рано? Да, я имею в виду, что я не могу сказать, что происходит в их головах. Я бы так и сделал. Я бы сказал, что это довольно хорошее предположение, потому что я занял раннюю позицию по этому вопросу и был очень-очень агрессивен в продвижении, в частности, биткоина. Но также и просто, знаете ли, блокчейн, что нам нужно привнести блокчейн домой в эту страну. И нам нужно развивать экосистему в этой стране, которая совместима с технологией блокчейн, сочувствует ей и принимает ее. Ты знаешь, что за последние пару лет в Швейцарии было зарегистрировано 1200 новых криптокомпаний на сумму около 360 миллиардов долларов. Это должно происходить здесь. Прямо сейчас мы везем величайших новаторов в истории в Швейцарию, Сингапур и другие страны. И это дает нам шанс развить нашу экономику, стать новой отраслью промышленности. Если мы хотим избавиться от долгов 34 триллиона долларов, нам нужна новая отрасль, которая взорвет нашу экономику, снизит этот долг пропорционально размеру нашей экономики. Блокчейн – это и есть та самая индустрия. Мы не можем позволить себе вытеснять ее из страны. Нам нужно внедрять искусственный интеллект здесь. Нам нужно быть очень осторожными с искусственным интеллектом, но ты же знаешь, что нельзя чрезмерно регулировать ситуацию. Администрация Байдена и Элизабету Орден объявили войну криптовалютам, а банковская индустрия объявила войну криптовалютам. И это полезно для них. Это вредно для нашей страны. Это ужасно для нашей страны. И нам нужно регулировать это. Мы должны это делать, но вы не можете чрезмерно регулировать это, потому что вы собираетесь вытеснить это из Америки. И еще. Даже больше. Это криптография. Да. И нам это нужно. Нам нужно сохранить это здесь. Итак, последний вопрос. Есть ли у тебя что-нибудь из этого? Биткоин? Да, я так и делаю. Можем ли мы спросить, сколько это стоит? Я купил 21 штуку. У меня есть биткоины. Я купил это, знаете ли, на свои деньги. Когда я получил свой Монсанто, я выиграл деньги от своих гонораров по делу Монсанто. Итак, мы хотим, знаете ли, в конечном итоге возбудить дело против Монсанто на сумму 13 миллиардов долларов за то, что ее продукт Раундап вызывает рак у людей. И я использовал свои гонорары по этому делу, чтобы купить биткоины у своих детей. Итак, я получил по три биткоина на каждого из моих семерых детей. Мы рады, что ты поддерживаешь индустрию. Сэр, мне приятно видеть тебя на улице и наблюдать за твоей прямой трансляцией на Икс. Большое тебе спасибо. Большое тебе спасибо, Марио. Вот мы посмотрели интервью. Как бы немножечко не настолько все было интересно, как я ожидала. Было очень много шума по поводу этого интервью. Но, как вы видите, он уделил больше внимания Тайваню, чем России. Но, надеюсь, что кому-то из вас было все равно это интересно послушать. Какие мысли у кандидатов в президенты США Роберта Кеннеди. Если будет очередное интервью, где он будет больше говорить о России и Украине, о чем он часто заявляет, то я тоже его обязательно выложу. Все. Всем пока. До встречи. Подписывайтесь на канал.